всем привет как обычно сегодняшний выпуск самый интересный и я обещаю что по мере просмотра твои глаза будут открываться все шире и от банального да ладно мы можем дойти до неприличных слов от восхищения тем чего достигли люди в вопросе искусственного размножения ведь сегодня человечество располагает всем спектром технологии чтобы вообще отказаться от идеи естественного рождения совсем немного нужно времени чтобы начать выращивать людей в пробирках по сотне миллионов год и полностью закрыть потребность в естественном рождении и для этого нам уже не требуется дорогая процедура клонирования с превращением соматических клеток яйцеклетки да и вообще даже яйцеклетки больше не нужны все что сегодня нужно для создания полноценного недорогого клона это совсем немного любую биомасса оригинала не хочешь клона нет проблем премиальном и более дорогом пакете мы создадим химеру из тебя самого ты будешь одновременно и мамой и папой а для совсем изощренных родителей мы можем сделать яйцеклетку из генома папы и оплодотворить ее геномом от мамы задать требуемые параметры такие как цвет глаз волос физические характеристики и даже уровень интеллекта ну а после в лучших традициях матрицы вырастет все это дело биоинкубаторе итак тема выпуска биоутроба или рождение из пробирки как обычно в выпуске мы не ограничимся поверхностными знаниями окопнем немного глубже но в начале громадное спасибо всем неравнодушным это конечно всем зрителям канала за просмотры и спонсором канала собственно за то что канал сегодня и существует без рекламы без интеграции и отдельное спасибо смайл наверное без его помощи я бы сегодня не вытянул и для начала мы конечно должны разобраться как работает клонирование и зачем нам нужны стволовые клетки напомню что стволовые клетки это клетки организма которые могут превратиться в другие клетки они есть в любом организме и надежно прячутся в костном мозге давай внимательно посмотрим путь от твоего рождения до текущего момента и на то куда ты в основном тратишь стволовые клетки самом начале есть только яйцеклетка она является то типатентной стволовой клеткой из нее строится вообще все что угодно включая вне зародышевые органы и в этом месте ты должен знатно удивиться а зачем собственно эмбриону органы вне его ответ прост то типатентные клетки позволяют нам отращивать пуповину плаценту и желточный мешок вообще патентность клетки это как раз и есть ее возможность превращаться в разные другие или по-научному уровень дифференцированности клетки постепенно то типатентные клетки специализируются и становятся плюри патентами и из них и создается плод далее еще одна ступень развития и клетки переквалифицируются в мульти патентные они способны стать только целостным органом или несколькими типами тканей из них ты строишь себе кости мышцы мозг отращиваешь ручки и ножки по мере твоего развития клетки проходят обучение чтобы стать той или иной ткани к моменту появления тебя на свет большинство твоих клеток уже дифференцировано но все же довольно много частично дифференцированных стволовых клеток скапливаются в пуповиной крови тканях самой пуповине и плаценте это фитальные стволовые клетки чем старше человек тем меньше стволовых клеток хранится в его организме по мере взросления ты потихоньку растрачиваешь свои запасы они тратятся на восстановление обновления тканей и органов это постнатальные стволовые клетки они уже дифференцированы а потому имеют строгую специализацию гемопоэтически могут стать клетками крови стромальные превращаются в соединительную ткань а ткани специфические достраивают оставшиеся запчасти в твоем теле снижение количества стволовых клеток замедление их производства и усложнение их переучивания это естественный процесс являющийся частью процесса физиологического старения и в конце концов ты же не гидра чем выше патентность клетки тем быстрее она переучивается так все виды тоти патентных клеток быстро делятся и легко переучивается на что угодно а еще из них получается живые здоровые младенцы поэтому использовать их сегодня в медицине неэтично сейчас для лечения людей используют только взрослые клетки их забирают из костного мозга и периферической крови после курса приема стероидов проблема в том что во взрослом организме довольно мало стволовых клеток плюс чаще всего они уже находятся в процессе обучения и неохотно делятся стволовая клетка из костного мозга может превратиться в клетку крови но не даст новых нервных клеток подобьем промежуточный ток существует много видов стволовых клеток принципиально их отличие заключается в уровне их потенциала то есть в то во что они умеют превращаться а сам процесс превращения называется дифференциация когда стволовая клетка уже точно определилась тем кем она хочет стать она перестает быть стволовой и становится специфической соматической клеткой да кстати соматическая клетка это вообще любая клетка твоего тела за исключением половых клеток то есть яйца клеток у девочек и семенных клеток у мальчиков в общем самая обычная клетка твоего тела а теперь к невероятному. Ученые научились обращать этот процесс вспять, то есть снова превращать соматические клетки в стволовые или же поднимать стволовые клетки вверх по шкале уровня ее потенциала. Этот волшебный процесс называется индуцирование клеток. Очень интересный момент заключается в том, что сегодня клонирование происходит за счет довольно сложной и дорогой процедуры индуцирования, хотя идея невероятно проста. Мы должны из соматической клетки сделать тутипатентную, то есть поднять ее до наивысшего состояния потенциала. Для этого мы должны найти неоплодотворенную яйцеклетку и вырезать из нее ядро с половинным геномом. Затем взять любую соматическую клетку особи, которую собираемся клонировать, и также извлечь из нее геном. Поместить полноценный геном в яйцеклетку и собственно все. Получаем аналог оплодотворенной яйцеклетки. Осталось только ввести ее в матку и родить клона. Такой способ клонирования сложный и дорогой, и не каждому хочется в ядре ковыряться, а еще требуется внешнее устройство, суррогатная мать. А потому первой прорывной работой по удешевлению этого процесса стала работа 2009 года, когда впервые смогли индуцировать соматические клетки мышек до состояния плюрипатентных без танцев с бубнами и переноса генома. Суть нового метода состоит в введении в геном клетки определенных генов. Любая клетка твоего тела когда-то уже была стволовой, и стволовые гены в ней уже работали, но в процессе дифференцирования они выключились. И их можно включить заново, например специальной прививкой. Японские ученые искусственно создали что-то вроде вируса, потому что вирусы легко проникают внутрь клетки, который переносил в обычную клетку стволовые гены. Введенные гены начинали работать внутри клетки, и это приводило к пробуждению спящих генов самой соматической клетки. Работа этих генов заставила соматическую клетку превратиться в стволовую. Более подробно об этой процедуре можно глянуть по подсказке сверху. Далее такие измененные клетки уже помещались вместо яйцеклетки в утробы мыши-матери и рождались здоровенькие недорогие мышатки. Стоит отметить, что в 2009 году таким способом достигли индуцирования не до тотипатентности, а только до плюрипатентности, но все равно при помощи хитрых манипуляций сумели сделать клонов, которые при этом давали жизнеспособное потомство. Ну а в 2012 году японский ученый Синья Яманако и британский биолог Джон Гордон получили Нобелевскую премию за эту новую относительно простую технологию создания индуцированных стволовых клеток. Очередная прорывная работа состоялась в 2016 году. Японские ученые превратили соматические клетки в полноценные яйцеклетки, то есть вернули их до наивысшего уровня патентности. А вот это уже реально прорывная работа, от которой, если вдуматься, захватывает дух. Любую клетку любого человека сегодня можно превратить, если очень сильно постараться, и прорвать этические ограничения опытов над человеческим материалом, конечно. Так вот, любую клетку можно превратить в полноценную яйцеклетку. Почему это так важно? Да все просто. Яйцеклетки девушкам даются еще в утробе матери. Вот дали тебе на всю жизнь определенное количество яйцеклеток, но потом что-то пошло не так, болезнь, например, и все, как результат, полная бесплодность. А тут тебе могут относительно недорого наклепать сколько угодно навехоньких яйцеклеток. Оплодотворить при помощи эко и готово. Да и вообще не повезло тебе родиться парнем, а яйцеклетку жуть как хочется, вообще без проблем. Сегодня любой может в прямом смысле слова выбирать, кем ему быть, мамой или папой, вне зависимости от его изначального пола. Казалось бы, что круче быть уже ничего не может, но это всего лишь верхушка айсберга, ибо в 2022 году в Калифорнийском технологическом институте собрали почти живую мышку из стволовых клеток, словно из кубиков лего. Пробирочная модель млекопитающего создана искусственно, вообще без использования яйцеклетки, сперматозоида и, самое важное, вовсе без материнской утробы. Создание сложных моделей оказалось невероятно тяжелой задачей. Гораздо проще управлять формированием одного типа клеток в чашке, чем дирижировать оркестром, необходимым для того, чтобы организм развивался, как в природе. Дело в том, что, к примеру, превратить кучу бестолковых стволовых клеток в ткани полой трубки кишечника относительно легко. Но чтобы создать полноценный рабочий кишечник, ученым необходимо дать первой клетке одну инструкцию по превращению в трубке, второй клетке другую для превращения в гладкие мышцы. А ведь есть еще кровеносные сосуды и нервы, то есть наша бестолковая куча стволовых клеток должна быть разделена на бестолковые подкучки и проинструктирована индивидуально. На опыте ученые взяли и подготовили сразу три типа стволовых клеток, которые присутствуют в эмбрионе на ранней стадии развития. То есть обычные соматические клетки взрослой мышки оригинала были проиндуцированы до разного уровня патентности. Первая группа содержала клетки, предназначенные для развития взородышевых органов. Эту группу оставили нетронутой. Клетки в двух других группах обрабатывали два дня, чтобы добиться сверхэкспрессии. Внутри клетки есть ген, который отвечает за быстрое производство огромного количества белка. Белковые стволовые клетки должны были стать плацентой и желточным мешком. Итак, одна группа клеток станет тканями организма, а две другие должны будут поддерживать развитие эмбриона снаружи. Из них формируется что-то вроде искусственной плаценты и желточного мешка. То есть ученые создали не только сам эмбрион, но и воссоздали экосистему вокруг него. Три типа стволовых клеток запихали в чашку Петри с питательным раствором, ну а после началась игра в спор. Стволовые клетки начали делиться и разделились на небольшие скопления. На пятый день сформировавшиеся скопления оказались идентичны эмбрионам, развивающимся в естественных условиях. Их перенесли в инновационный биореактор, уложили в собственный вращающийся резервуар и поместили в условия, приближенные к естественным. Затем ученые раздражали определенные гены и создали среду для их взаимодействия. В результате чего стволовые клетки приобрели разную специализацию и начали воссоздавать сложную структуру из разных тканей. То есть клетки для создания костей стали объединяться в позвоночник, клетки мышц в мышце и так шаг за шагом. Самое удивительное, что после этого новые структуры самопроизвольно начали развиваться так, как это делал бы реальный мышонок в утробе мышематери. Внутри биореактора три группы клеток объединились в нужные колонии клеток. Поскольку исследователи пометили каждую группу клеток разным цветом, они смогли наблюдать за формированием плаценты и желточного мешка вокруг эмбриона. А развитие модели происходило так же, как и в естественном эмбрионе. Вот что об этом говорит Магдалена Зерника-Гетц, профессор биологии, в чьей лаборатории собственно и проводили опыт. Стоит отметить, что на сегодня далеко не каждый клон может развиться в полноценную особь. До сих пор велик процент в обраковке. Но самую важную проблему все-таки удалось решить. Ведь до этого на протяжении 10 лет никак не могли заставить развиваться переднюю часть мозга и получали химерку без мозгов. Проблему смогли решить только полтора года назад. Итак, сегодня умеют производить полноценных эмбриончиков млекопитающих вообще без яйцеклеток и материнской утробы. В прямом смысле слова собирая тело заново из любых клеток оригинала. Уже сегодня, без учета всех этих клонов и прочего, мы получаем инструмент для создания запасных органов практически как фантастики. Соедините меня с кем-нибудь, кто мог бы внятно объяснить, почему на моем диване сейчас сидит мое собственное страховочное изделие. Разумеется, что такой, как, впрочем, и любой другой клон, не будут соответствовать оригиналу на 100%. Он будет похож на него не больше, чем однояйцевый брат-близнец. И здесь мы упираемся в очередную проблему. После того, как эмбрионы созрели, их нужно куда-то помещать. Биореактор для создания эмбриона из клеток не совсем подходит для этого. А потому настало время посмотреть на очередную прорывную технологию, которая позволяет выхаживать в искусственной утробе уже подрощенных особей. Устройство с ненавязчивым названием биобак или же по-русски биосумка. Более полноценное название устройство для физиологической поддержки крайне недоношенных младенцев. И это не целлофановый пакет для запекания, это полноценная искусственная утроба, включающая даже пупочный интерфейс. Вдумайтесь, интерфейс для подключения к эмбриону через пуповину. Ничего более крутого за последние пару лет я точно не слышал. Также была разработана невероятная методика прокачки крови и питательных веществ, чтобы она не сильно напрягала сердце и огненка, но при этом и не давала ему расслабляться. Подобран специальный состав околоплодных вод, которых для развития требуется порядка 100 литров на одну овечку, что позволяет уже сегодня эту технологию использовать для вынашивания недоношенных овечек и, конечно, в потенциале человеческих детей. А еще в эту биосумку можно попробовать соскрести кучу клеток из калифорнийского биореактора, описано в прошлом опыте, подключить их к пуповинным интерфейсам и вырастить полноценную жизнь от и до. Вовсе без сперматозоидов, яйцеклеток и вообще без каких-либо человеческих репродуктивных органов. Все, что нужно – ваш волосок, кусок кожи, слюна, любой биоматериал и пара пробирок реагентов. Не знаю, как вы, но лично я восхищаюсь этой идеей. И, видимо, не я один. Группа немецких биологов, восхитившись идеей того, что все уже придумано и осталось только собрать все методики до кучи, предложили проект ActaLife, который вообще уносит кукушку далеко и надолго – приступить к строительству полноценного комплекса по выращиванию людей. По их великой задумке фабрика может включать 75 лабораторий и 400 капсул маток, каждая из которых будет давать ребенку все необходимые вещества. В год таким образом могут рождаться 30 тысяч младенцев, обеспечив реализацию в младенцах для целой страны. Да, если сейчас хоть кто-то скажет, что нам грозит перенаселение и некуда этих младенцев девать, то просто гуглим коэффициент рождаемости средний по миру и офигеваем от факта, что человечество, включая Китай, вымирает. Обрати внимание вот на этот коэффициент. Если ты проживаешь в стране, где он ниже 2,1, то население твоей страны вымирает, и твоя страна резко нуждается в биореакторе. Так что совсем скоро потребность в пулах рождения будет невероятно высока, особенно в Европе, иначе банально некому будет жить. Ну а если твоя страна в зеленой зоне, то твой народ вскоре будет править миром, просто по факту, что он останется жив. Кстати, реально большой респект казахам. Концепт проекта разработан настолько детально, что даже предусматривает несколько вариантов использования искусственной матки. Самым простым и дешевым из них будет просто доведение плода до нужного срока естественными методами. Ну то есть по старинке, как дикориса выкупляетесь, беременете и вынашиваете плод пару недель. А затем, если традиционное вынашивание по каким-то причинам вам не подходит, ну скажем, если у девушки проблемы со здоровьем, или у нее просто на это нет времени, то плод переносим в биоутробу, и он дозревает уже в ней. А самым дорогим вариантом будет элитный пакет, который позволит вам генетически спроектировать эмбрион, прежде чем имплантировать его в искусственную матку. Правки вносить в гены будут относительно старым и успевшим себя отлично зарекомендовать методом редактирования генома CRISPR-Cas9. И на канале уже был полноценный развернутый выпуск о этой технологии. Отличный выпуск, кстати, сами его пересматриваю с удовольствием. Так вот, можно будет выбрать все, от цвета глаз и волос до силы, роста и интеллекта. Плюс при этом можно будет избежать наследственных генетических заболеваний. А бонусом будет то, что вам вообще не нужно будет выполнять все эти бессмысленные фрикции. Все, что нужно, немного вашего биоматериала. Эмбрион создадут именно такой, какой нужен вам. Можно просто из-за яйцеклетки и сперматозоида. Вы однополая пара? Нет проблем, соматические клетки одного из партнеров мы превратим в яйцеклетку. Хотите ребенка от самого себя? Тоже можно. При этом это будет даже не ваш клон, а полноценная особь, которая даже может отличаться от вас цветом глаз. В общем, как если бы это был ваш ребенок, если бы вы замутили со своим однояйцевым близнецом, который сменил пол. И вот для тебя задание. Попробуй придумать хоть что-либо более нарцистическое в этом мире. Да, я все понимаю. Пожалуй, такие мысли в первую очередь вызывают некое отторжение и даже отвращение. Но что делать? Мы не хотим более размножаться естественными способами. Так что, скорее всего, подобные биопулы станут совершенно нормальной практикой в совсем недалеком будущем. Но у меня на этом все. Всем добра и успешных попыток естественного способа размножения. Покажи подруге этот выпуск в конце концов, чтобы она поняла, насколько все серьезно.